Итак, добрый день! Сегодня мы с вами будем работать с топоповерхностью. Изначально я в одном из роликов, уже ссылка на него появится, рассказывал про базовое создание топоповерхности, но не рассказал об основных ее особенностях, как ее можно отредактировать, как ее сделать красивой, сложной и всячески возможной редакции к ней привести. Для этого нам потребуется с вами еще дополнительный автокад либо любой другой контур топоповерхности. Сегодня расскажу. Если вам нравятся мои видео, вы знаете, что нужно делать. Спасибо! Итак, я работаю в стандартном архитектурном шаблоне в Revit. Вспоминаем, как у нас создается стандартная топоповерхность. Мы с вами во вкладке форма и геймплан создавали топоповерхность. Прошу прощения, не забудьте перейти в план нашей площадки. Создавали топоповерхность. У нас изначально присутствует отметка, по умолчанию она нулевая. После добавления трех точек у нас появляется какой-то контур непонятный, четвертый его замыкает и делает более ровным. Но потом мы можем его обрезать как угодно и сделать. Так вот, перейду на трехмерный вид. Включу высокий уровень детализации и пускай реалистичный вид. Соглашусь. Давайте скроем с вами уровни сейчас, чтобы они нам не мешали. У нас с вами получается блинчик какой-либо топоповерхности. Я говорил, что вручную можно добавлять дополнительные точки. Это подсветив топоповерхность, редактировать ее, либо два раза нажав по левой клавише мыши по ней, и разместить дополнительные точки по той отметке высоты, которая нам необходима. Пусть будет 5000 метров, ставлю точку, пускай будет 8000 метров, но все равно мы с вами все это дело создаем вручную. Точка попала на край. А как сделать красивую топоповерхность? Вспоминаем то, что у нас еще во вкладке свойств из границы 3D-вида. Если я подрежу нашу топоповерхность границами трехмерного вида, я увижу то, что под ней располагается бесконечное пространство нашей Земли. И штриховка тоже смеет здесь, если я перейду в тот же самый каркас. Так вот, как сделать топоповерхность красиво? Для этого мне с вами потребуется автокад, и запускаем автокад. Запустив автокад, в стандартный наш шаблон мне нужно произвести определенные настройки, чтобы в дальнейшем можно произвести работу. В автокаде проектируется также в миллиметрах, и все мы делаем в масштабе один к одному на данный момент. Если кому-то необходимо замоделировать топоповерхность для своего объекта, именно подходящую под него, не забывайте об этом. Я выключу сетку, чтобы она мне не мешала. Выключу все привязки, выключу циклический выбор, мне он не нужен. Масштаб вы можете увидеть, что он у меня располагается один к одному. Что я делаю теперь? Теперь мы с вами замоделируем сплайн линии, соответствующий тому контуру топоповерхности, который в дальнейшем хочу использовать в программе, в Revit. Итак, я буду моделировать сплайн. Сплайн я буду моделировать сразу же по определенным точкам. Либо можно было быстрой панелью команд, бить на название сплайн, сплайн, и мы с вами дальше уже по точкам будем его делать. Поставлю первую базовую точку. Чтобы замкнуть наш сплайн, потому что вы вот так его не попадете в конечную точку, мне нужно нажать русскую букву Z и нажать Enter. Он автоматически замкнет сплайн. Ранее, до того, как не был русифицированный автокад, для этого необходимо было просто нажать Z английскую, и автокад у нас бы замкнул сплайн линии. Если я не хочу запариваться, я могу вообще в функции сместить, сместить эти контуры все на необходимые расстояния. Но я этого делать не буду сейчас, потому что я хочу все-таки, чтобы у меня получился тот контур, который я хочу. Снова нажимаю Enter либо пробел, это повторение последнего выполненного действия. И опять моделирую сплайн. Z, он у нас замкнется. Enter. Моделирую несколько контуров моего сплайна. Z, он у меня замкнется. Вспоминаем то, что мы с вами моделируем сейчас в миллиметрах. Сделаю еще несколько контуров, чтобы у нас чего-то интересное получилось. И пускай вот здесь будет у меня в дальнейшем зеркцо располагаться. Опять же, при подсветке сплайна я могу отрегулировать контур. Могу удалить какие-то точки и прочее. Либо также при подсветке нашего сплайна, давайте я еще раз нажму, правой кнопкой мыши, при завершении нашего сплайна, при подсветке его, я мог его опять же замкнуть, либо оставить его разомкнутым. Но это для тех, кому необходимо. Я его сейчас замкнул. Этот контур мне не нужен. Следующее, что я буду делать. Мне необходимо отредактировать мою полилинию, добавить к ней еще дополнительные точки, которые мне помогут в дальнейшем редактировать топоповерхность в Revit. Для этого мне нужно воспользоваться командой редактировать полилинию. Сплайн у нас автоматически в полилинию превращается. Либо я начинаю вбивать на клавиатуре полилиния слова, но на самом деле мне нужно полред. Это редактирование нашей полилинии. Сделать его полилинией по умолчанию сплайн. Да. Количество точек. Точность. Пускай будет изначально 10. Enter. Enter. Подходит. Выделю. Полред. 10. 10. Enter. Enter. Меня это устраивает. Выделяю контур. Сделать полилинии. 10. Устраивает. Сейчас проведем до последней. Мы не можем выделить все и завершить, потому что у нас может при 10 точках, которые при редактировании полилинии будут появляться, они могут сгруппироваться в одной области, и это будет некрасиво. Сейчас, если получится, мы это с вами увидим. Просто нажимаю Enter. Уже потом я могу воспользоваться просто Enter нажимая 3 раза. Программа автоматически запоминает последнее выполненное действие. Подходит. Давайте у нашего самого последнего контура откатываться назад не хочется. Сделаем еще раз полилинию по точкам. И поставим большее значение точек. Волкнуть. Выделю. Сда. Точность. Пускай будет 20. Enter. Enter. Ну, точек стало больше. Вы видите, что у некоторых участков есть, и они сконцентрированы, на некоторых участках они отсутствуют. Но нас это не интересует. Для чего мы с вами редактировали полилинию, добавляли дополнительные точки, зачем пользовались вообще редактированием команды полред. Для того, чтобы... У нас есть возможность изменения у полилиний, их координат. Поднимать и опускать. Значение в миллиметрах опять. О чем я сейчас сказал? Мне нужно перейти в AutoCAD 3D, но я ее сделаю упрощенно. Ну, и это не обязательно на самом деле. Можно было просто редактировать вершины. Для тех, кто понимает в голове, не нужно его вращать. Я с зажатой клавишей shift и колесикой мышки их буду вращать. Дело в том, что при подсветке нашего основного контура, в панели свойств, у нас есть возможность изменения уровня в трехмерном виде. Предполагаю я, что вот эта моя основная площадка, где возможно будет находиться дом, либо еще какая-то структура, будет располагаться на отметке 0. Я ее так и оставляю. Отображение высоты идет в панели свойств, в уровнях. Последующий я буду поднимать. Этот уровень у меня будет. Все в миллиметрах измеряется. 3000. Следующий будет, не забывайте нажимать escape, 3500. 4000. Ну и 4500 соответственно. Это просто произвольный выбор у меня высоты. Следующая. минус 1000. Дальше у меня минус, предположим, 4000. И последующий будет располагаться на минус 8000. Мы с вами видим в трехмерном виде, о том, что у нас все наши контуры сплайна распределились по высоте. Что я теперь сделаю? Сохраню данный проект. Файл. Сохранить как. Чертеж. Сохраняю его. У меня уже была здесь заготовка. Под названием поверхности. Версия без разницы какая. Можно и было другую версию выбрать. Сохранить. Заменить. Заменить. Теперь я вернулся в Revit. Для этого, чтобы у нас с вами увидеть все необходимые элементы, я вначале отключу отображение границы трехмерного вида. Теперь перейду во вкладку Вставить. Связь саппор. Пока проект не сохраняю, мне этого не нужно. И иду в тот путь, где у меня был сохранен мой проект. Здесь необходимо сделать что? Основное. Импорт единиц. Не ставьте автоопределение. Не советую. Бывают очень большие проблемы с этим. Поэтому здесь оставлю самостоятельно миллиметр. Можно оставить галочку исправлять линии, немного отклонившись от оси. Можно не выполнять. Базовый уровень. Уровень 1. Нас это абсолютно устраивает. Открыть. У нас с вами переместилась. Разомкну ее. Переместилась наша топоповерхность на проект. Следующее, что я сделаю. Воспользуюсь вкладкой формы и геймплан. Топоповерхность. Создать по импортированным данным. Он меня воспримет те данные, которые я перенес. Выборте импортируемый экземпляр. Нажав по импортированному материалу левой клавиши мыши, у нас здесь появляются названия. 0 это не программа выбрала. Вспоминаем. Я его начинал выполнять в нулевом слое. Поэтому здесь будет отображаться слой под именем 0. И здесь я вижу свой проект по тем данным, которые есть. Соглашаюсь с выполнением данного действия. Вот моя топоповерхность. Вот мой рельеф. Давайте, чтобы реалистично это все выглядело, перейду в тонированный режим. Вот мой проект. Что я делаю теперь? Какие вообще есть данные по нашей топоповерхности, что я могу изменить? Я вижу то, что какие-то горизонтали у меня подкрашиваются темным цветом, какие-то у меня очень тонкие. В первую очередь, во вкладке формы и геймплан есть параметры, площадки, маленькая выпадающая стрелочка. Во многих своих видео я говорил о том, что эти маленькие выпадающие стрелочки очень важны для проекта. Нажимаю на нее. Что у нас здесь есть? Во-первых, давайте масштаб сначала изменим, чтобы более четко все это смотрелось. Закрою. Поменяю масштаб. Пускай будет не 1 к 100, а 1 к 1000. Так будет более четко видно основные горизонтали. Снова нажимаю на маленькую стрелочку. Отображение горизонтали. Если я выключу галочку отображения горизонтали, у меня будет просто голый рельеф. Мне этого не нужно. Интервал шага моих горизонталей можно сделать 5000, можно сделать 1000. Применить. И я вижу то, что толстые горизонтали у меня будут распределены шагом 1000 мм. Но обычно это смотрится очень громоздко. Поэтому я поставлю хотя бы 3000. Применить. Я вижу тонкие линии шага моих дополнительных горизонталей. Они у меня уже автоматически поставлены. Начинаются с отметки 0. Я могу добавить свои значения. Могу поставить, где у меня начинается распределение шага моих дополнительных горизонталей. Пускай они у меня пойдут с отметки 100. И прекращаются на 10000. Могу увеличить опять же эту сумму, чтобы у меня в итоге они распределялись везде. Пускай у меня будет дополнительный горизонталиск состоя из со значением каждую 1000. Следующее. Материал для нашего разреза. Что это за значение? Это какой материал будет у нас отображаться в разрезке нашей топоповерхности. Я могу его заменить на любой другой. По умолчанию у нас земля. Давайте посмотрим. Нажму ОК. Снова граница топоповерхности. Граница трехмерного вида. Если я подрежу, я увижу то, что под моим грунтовым основанием также продолжается земля. Если я зайду в формы гемплан, зайду в материал. Я могу поменять на любой другой. Материал здесь у меня еще до конца не подгрузился, так как это свежая версия Revit. Предположим, я поставлю, не знаю, медь ту же самую. Я вижу то, что у меня земля пропала, стало черное обозначение. Он принял материал. Мне сейчас этого делать не нужно. Я поставлю стандартную земля. Графическая картинка подгрузится. Вы не думайте, что у меня не видно значение материалов. У меня просто обновление еще не прошло. Он постепенно подгрузит все материалы. Вот, можно увидеть землю. Применить. Что же за значение, опять вернусь в стрелочку, что за значение глубины разреза? Глубина разреза это штриховка нашей поверхности земли, которая будет отображаться при разрезе данного элемента. Ее глубина. Дальше она не пойдет. Давайте посмотрим. Проведу разрез. На план площадка перейду. Проведу разрез. И посмотрю, с какого-либо фасада. Вот моя земля. С отметки 3000 она у меня пойдет до минус 3000. От нуля до минус 3000. Дайте я наши уровни подредактирую. Продлю их. Чтобы вы меня поняли. Здесь у меня разрез не прошел с этой стороны. Чтобы было видно, что у меня есть уровень отметки 0. И от нуля до минус 1000 пойдет обозначение разреза нашей топоповерхности земли. Если вы хотите его увеличить, форма и геймплант снова нажму стрелочку. Пускай у меня он доходит хоть до 10 000. Штриховка земли нашей увеличивается. Если это кому-то вообще необходимо. Что мы делаем далее. Вернемся к настройке наших горизонталей. Снова перейду в трехмерный вид, чтобы наглядно показывать. И пока отключу границы трехмерного вида. Нам они не нужны. Что я могу сделать еще с горизонталями? Снова нажму на стрелочку. Если я хочу, чтобы мои горизонтали начинались не с нуля, а шли ниже. И опять же с шагом 1000 отображались. Я пишу такое же большое минусовое число. Которое у меня присутствует в остановке распределения этих горизонталей. И с шагом 1000, либо могу не 1000, выбрать предположим 500 мм. У меня построятся мои дополнительные горизонтали. Я их уже могу рассмотреть. Вернусь назад в стрелочку. Начальная отметка наших горизонталей. Откуда они пойдут? Основные. С отметки 0. Они начинаются расстановки. Если вы посмотрите на вышестоящих уровнях, выше то, что у нас 0, никаких горизонталей нет. Если вспомним, у меня, насколько я помню, с 6000 начиналась расстановка наших горизонталей. Основных. Что мы сделаем теперь? Во-первых, поменяем материал нашей топоповерхности. Добавим ей траву. Зайду во вкладку «Вид». Ой, прошу прощения. Управление. Материалы. Здесь у меня присутствует земля. Либо я могу найти трава. Трава. Открою дополнительную библиотеку материалов. Увеличу окошко. И загружу ту траву, которая присутствует в стандартной библиотеке. О работе с библиотеками материалов у нас было в нескольких роликах. Как я уже говорил, запишу еще дополнительный по библиотеке наших материалов, которые уже встроены на самом деле в программу. Трава. Ок. При подсветке нашего элемента топоповерхности мы с вами можем выбрать материал. Трава. И включу реалистичный вид. Тонированным она у нас с вами плохо отображается. Следующее, что я могу сделать с топоповерхностью, нажав на ее редактирование. Я могу упростить мою топоповерхность. Она сгладит точки, которые программа посчитает лишними для перехода. На самом деле, все лежит в описании. То есть, наведя курсор на ту или иную команду, у вас вылезет подсказка. Если нажму функцию упростить, у меня программа запросит точность упрощения. Чем больше число, тем меньше точек у нас будет. Соглашусь, пока сотню поставлю то же самое. Вы видите, что несколько точек у нас ушли. Давайте еще раз упростить поверхность. У нас практически все ушли, если так посмотреть. Упростить поверхность. Поставлю значение, пускай тысяча. Вы видите, что у нас горизонтали выпрямляются. Поставлю 50. Точек будет больше, но и точность будет. Откачусь назад, чтобы были видны изменения. Программа подумает. Вот видите, большая группа точек у меня располагается. Давайте я у травы задам значение материала, чтобы в тонированном режиме она у нас с вами отображалась нормально. Зайду в настройки графики и пускай она у меня будет вот такого фона. И перейду в тонированный режим. Так лучше видны точки. Такой кислотный цвет получился. Сейчас я его выберу немножко понежнее. Вот таким вот образом. Да, каждую точку мы с вами можем отрегулировать отдельно. Можем удалить эту точку и дальше уже упростить. Упрощаясь шагом 50. Я вижу то, что точек стало у меня меньше. Окей. Что мы можем сделать еще с тупой поверхности? Соглашусь с выполнением данного действия. Следующее, что мы изучим. Снова нажму на стрелочку. Что у нас здесь еще есть? Есть ли тип интервала? Если я буду использовать одно значение, у меня, соответственно, с шагом моим 500 мм пойдут только одна дополнительная горизонталь. Если я оставляю несколько значений, то они у меня разбиваются. Давайте сделаем, чтобы не так страшно это все выглядело. Через 600 мм. Дальше что? Подкатегория. Это так же, как у большинства семей, то есть различные подкатегории наших элементов. И уже дальше можно с ними работать. Следующее, что с этим моментом пока мы с вами остановимся. Давайте удалим вот эту тупоповерхность стандартную. Мне она уже не нужна. Мы с вами научимся еще дополнительной функции. Разделение тупоповерхности. О ней я тоже говорил в одном из видео. Давайте повторим. Функция разделения тупоповерхности располагается во вкладке формы геймплана. При помощи нее мы можем разделять тупоповерхность на несколько различных частей. Либо также можно быстро сделать те же самые тропинки и замоделировать. Лучше всего это делать с плана площадка. Разрез я пока удалю. Мне он не нужен. Итак, разделить поверхность. И мне соответственно нужно выбрать тупоповерхность, которую я буду разделять. Я хотел сделать через дуга по начальной конечной точке, либо мог точно так же сплайном сделать. Замоделирую контур, который у меня пойдет под мой береговой массив. Делаю быстро, на вскидку, чтобы время не тратить. Смотрю из трехмерного вида. Здесь у меня будет вода. Я могу ее опустить опять же через основание моего здания. Об основании здания еще будем говорить. Итак, давайте еще сделаем тропинку и подкорректируем нашу береговую линию. Снова перехожу на план площадка. Снова форма и геймплан. Разделить поверхность. Да, если вам не нравится контур, вы можете объединить поверхность. Нажать на одну поверхность левой клавиши мыши, на вторую поверхность левой клавиши мыши. И они снова объединятся. Но нам пока этого не нужно. Ctrl Z нажму, откачусь назад. Разделить поверхность. Разделяю поверхность. Проведу несколько тропинок. Пускай так же сплайном проведу. А вот здесь пойдут тропинки. И потом пойдут зеленые насаждения. Я смещаю на тысячу контур моей тропинки. Она получилась маленькая, потому что у меня топоповерхность сама большая. Но давайте я ее смещу на 5 метров. Сейчас удалю предыдущую. Чтобы она нам не мешала. И замкну получившиеся контуры. Контуры могут заходить за пределы топоповерхности. Главное не забывать их соединять в единый замкнутый. Либо я мог это разделять отдельными эскизными линиями. Окей. Проведу раздельными эскизными линиями. Сначала первый. Почему-то он мне захотел разделяться сразу. Потом проведу второй. И. Окей. Что мы теперь с вами сделаем? Откорректируем нашу береговую линию. Для этого я перейду в трехмерный вид. Нажму на поверхность, где будет у меня в дальнейшем вода. Редактирует поверхность. Выделяю точки ненужного. Ну, сначала определяю, какие у меня самые нижние были. Минус 8000. Окей. Выделяю на основной горизонтали точки. Зажатой клавишей Ctrl. Самые граничные я не выделяю. Иначе у меня разорвутся элементы топа поверхности. Там можно это обойти. Но пока это изучать с вами не будем. Я опущу с минус 4 до минус 8. У меня уже более гладкая береговая линия пошла. Что я сделаю теперь? Теперь соглашусь с выполнением данного действия. И разрежу еще на небольшой участок. Разделить поверхность нашу маленькую. Я могу сделать это на виде сверху. Могу это сделать с плана площадки. Какая у меня здесь пойдет вода. Наконечная точка. Здесь пойдет вода. Задам материал. Вода. А для нашей тропинки задам материал песок. И давайте зайду во вкладку управления. Материалы. У нашей травы. Трава. В графике все-таки поменяем значение цвета. Мне он немного не нравится. Какая-то потемнее. Чтобы в тонированном режиме нам на все это смотреть. В реалистичном виде у нас вода будет отображаться как вода. Вот здесь. Я вижу материал вода. Но мы это с вами увидим только на визуализации. Поэтому давайте воду сделаем синего цвета. В тонированном режиме. И все будем смотреть сейчас в тонированном. Вот таким вот образом. Как у нас работает функция следующая. Во вкладке формы геймплана у нас с вами еще присутствует основание нашего здания. Я могу это сделать на виде сверху. Основание нашего здания на самом деле если на виду курсор. Понятно будет то что он выделяет объем из топа поверхности. По контуру здания. В большинстве случаев по видео с планом этажа мы обрисовывали наш объект. Основание здания. Давайте замоделируем. Где-то здесь у меня будет располагаться мой дом. Посмотрим что у нас в итоге получилось. Основание выровнялось у нас по какому-то контуру. Оно на данный момент поднялось. Я его мог на самом деле и опустить вниз. Откачиваюсь назад. Он выровнялся по отметке 0. По уровню нашего первого этажа. Пускай будет смещение от уровня. Минус 2 метра. 2000. Я вижу то что от нуля он у меня прорезался. Остальное здание у меня на высоте располагается. Сверху у нас в основании здания появилась толщина. Про основание здания конкретно и про его настройки я говорил в видео. Оставлю на него ссылку. Итак следующее. Формы и геймплан. Компоненты площадки. В компонентах площадки у нас есть различные деревья. Которые тоже мы с вами можем подгружать. Можем настроить им отображение материала. В реалистичном виде они будут смотреться как деревца. С топоповерхностью не советую работать в реалистичном виде. Потому что несмотря на надежду вашего компьютера, что он самый мощный. Каждый листочек программа пытается обработать индивидуально. Поэтому чем больше деревьев вы натыкаете, тем сложнее будет работать в реалистичном именно виде. А будем работать в тонировании. Либо в заливке. Как загружаются у нас компоненты площадки? На самом деле через вставить, загрузить семейство. У нас есть элементы озеленения, а есть элементы антуража. Антураж это обычный набор женщины, жук, мужчины, ноутбук. Самый стандартный. И элементы озеленения. Причем они у нас подразделяются. Вроде бы как 6 основных деревьев. Но их подкатегории намного больше. Предположим, то же самое тропическое растение я загружу. И в семействе нашего тропического растения, вот они тропические, здесь еще дополнительные подкатегории различных элементов. И также можно выбирать различные элементы их отображения. Такие дела. Ну я думаю с этим понятно. Следующий момент. Перейдя во вкладку формы и геймплан, у нас с вами еще есть компоненты парковки. Здесь можно поставить парковочные места, стандартные. Можно их настроить, отредактировать. Все это сделать в панель свойств, подгрузить свое. На этом застрять внимание я не буду. В формах и геймплан у нас есть еще доступная. На определение участка мы с вами не будем. Перейдем на план площадки. И нас интересует граница участка нашего. Перейдя в функцию границы участка, мы при помощи него можем определить границу застраиваемого элемента. Мы с вами создаем на основе эскиза нашего. Границу участка. Она у нас с вами будет отображаться пунктирными линиями. И через нее можно найти площадь застраиваемого участка. Опять же через панель свойств. Граница участка не отображается на трехмерном виде. Но мы можем определить площадь данного земельного участка. Следующее, что у нас с вами есть, вертикальная планировка. Она помогает рассчитать количество и объем земли, которые необходимо либо добавить из тупоповерхности, либо удалить. Нажав на вертикальную планировку, у нас появляется окно «Создать на основе повторяющей точности планировку», либо «Создать новую тупоповерхность на основе точек». Мы будем пользоваться с вами на основе повторяющегося существующего элемента тупоповерхности. Перейду на трехмерный вид. У нас появилось предупреждение о том, что у нас изменилась стадия. О чем говорит программа? Для определения объема грунта, который будет доставаться, у нас существующая поверхность, которую мы с вами создали, и имеет стадия новая конструкция, стадия сноса нет. Измененная наша поверхность, ее получившийся объем, появится там обозначение стадии сноса, стадия сноса, да, ну там появится новая конструкция. На данный момент я могу нажать крестик, мне он не нужен. Предполагаю я, что верхние точки, верхнюю мою границу, я могу это по точкам, либо могу сделать отдельную тупоповерхность, их у меня не будет. Я поверхность упрощу. Я вижу теперь два контура. Слабый пунктирный и новый. И вижу в значении прочего, соглашу сейчас с выполнением данного действия, вот они у меня будут подсвечиваться, на новое и старое наш контур. Вижу новая конструкция, грунт, который у меня старый располагался. И если я подсвечу через клавишу, там найду существующий наш контур, я вижу, что стадия сноса нет. Объем получившегося грунта у нас с вами отображается при подсветке нашего старого контура. Если вам тяжело его определить, мы можем его подрезать границами трехмерного вида, чтобы увидеть старый и новый проектируемый наш объект. Подрежу там, где я подрезал. Вот при подсветке будущего я могу во вкладке прочее увидеть общий объем, сколько у меня разрезается, убирается нашей поверхности земли. Ну, я думаю, что тут понятно. Еще забыл вам сказать одну вещь. Перейду на план площадка. При подсветке нашего основного контура границы участки проектирования мы можем редактировать таблицу наших граничных значений участков. У нас появляется команда о том, что будет потеряна зависимость. Да, ее нельзя будет отменить после того, как, ну, кроме как откатом Ctrl-Z, после того, как таблица будет преобразована. Продолжить? Да. И здесь я вижу все основные точки своей границы значения участка. Также могу углы поворота увидеть и прочее, и прочее. И расстояние от крайних точек. У меня их было всего 4, и они здесь будут у меня отображаться. Еще забыл сказать вам, при редактировании нашей топоповерхности я могу добавить дополнительные горизонтали. Ставится в стандартную наручную, она будет отображаться в жирной линии. Ну, мне она не нужна. Последнее, что я хотел рассказать вам про топоповерхность, это отметка горизонтали. Нажав на данную команду, поставив первую точку, предположим, в вершине, проведя прямую линию, я увижу отметку моей горизонтали. Я опять же их могу отредактировать в панели свойств, поменять шрифт, как они будут располагаться. Я могу поставить их несколько, чтобы было видно, и уже в дальнейшем как-то использовать для себя. Вот таким вот образом. Причем отметки горизонтали у нас с вами не будут отображаться на трехмерном виде. Что мы делаем теперь? Ну, во-первых, контур нашей горизонтали я удалю, мне они не нужны. А стадию нашего сноса будущего объекта вот мой контур. Я пока затрагивать не буду. Сохранять опять же не буду. Итак, удалю просто его сверху. Вся дальнейшее построение осуществляется через добавление различных семейств. Деревьев, кустарников и так далее. Для наглядности и визуального представления элемента мы с вами можем подрезать и показать, предположим, заказчику, что будет располагаться и где будет располагаться. И предоставить красивую планировку, где будет стоять наш дом, где у нас единственное, под водой нам нужно будет поставить воду, а не землю, где она у нас подрезается. Выделить необходимый контур и поставить значение нашей воды, если это необходимо. Ну и дальше уже настроить, стилизировать абсолютно под себя. Вроде бы как основные моменты по созданию и редактированию то по поверхности я вам рассказал. Если вам нравятся мои видеоуроки, не забывайте подписываться. Очень греет душу. Спасибо, что были здесь. Всего доброго.